Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам расскажу, как будем готовить розы к зиме. Несмотря на то, что стала хорошая погода, но мы должны помнить, что розы должны войти в зиму подготовленными. В чем это будет заключаться? В первую очередь мы должны произвести обрезку. Некоторые говорят, что оставляют на весну эту процедуру, но я считаю, что это категорически неправильно, потому что, да, у кого-то оно может перезимовать, но это не как правило. И к тому же мы не знаем, какая будет впереди зима. Если вы живете в таком регионе, где укрытие все непременно будет присутствовать, то может всякое случаться. Они могут выпривать, они могут разносить необрезанную инфекцию. И те, которые не одревеснили побеги, они просто замерзнут и снова же начнут подгнивать и разносить инфекцию. Обрезка еще нужна для того, чтобы мы могли спокойно накрыть нашу розу. Это первое, для чего нужна обрезка. И второе, чтобы запрограммировать на следующий год хорошее цветение. Правильная обрезка плюс хорошая агротехника, которую мы будем соблюдать в дальнейшем, будут залогом пышного цветения роз. Как минимум, я вам гарантирую, лет 25. У некоторых розы определенной группы сортов растут и замечательно цветут гораздо дольше. Поэтому определимся, какая бывает обрезка. Обрезка может быть, вот здесь вот уже началась слегка подготовка, она может быть короткая, умеренная, видите, кустик, и совершенно низкая. Другими словами, она может быть слабой, средней и сильной. То есть обрезаем сильно. Давайте посмотрим, что это означает. Когда мы делаем слабую обрезку, мы видим, это вот куст группы относится к флорибунде, и мы видим, что побеги хорошие и жалко даже как-то их обрезать. Значит, при слабой обрезке мы оставляем хорошо сформированных почек, замечаем, чтобы их было на побеге от 8 до 12. Те, которые у основания мы считать не будем. Конечно, мы будем обрезать все побеги, которые, вот они молодые, тут не обрезанный отсвезший цветочек, поэтому начинаем как бы отсчет. Вот я на глазок прикидываю, не буду раз, два, три. Мы обрезаем вот так. Ну, я вас учила, если помните, что обрезка должна происходить на внешнюю почку, для того, чтобы побег, который появится изнутри, чтобы он шел кнаружи, а не внутрь, и затем не загущал куст, и не заставлял нас снова тратить свои ресурсы на обрезку. Поэтому корректирую и делаю срез на внешнюю почку. Пенек большой не оставляется, потому что это не дерево, это куст, и она свою ранку не рубцует, она просто подсыхает. Что нам это даст весной? Весной из этих почек, значит, листья мы должны тоже удалить, потому что они будут источником инфекции. Листья можно компостировать, ну, а толстые ветки мы выносим и сжигаем на всякий случай, потому что тоже могут содержать различные патогены. А в вашем компосте они будут очень долго перегнивать и портить общую картину компостирования. Та инфекция, которая содержится на листьях, при правильной подготовке компоста, не переживайте, в течение двух-трех сезонов она уйдет, и инфекции никакой не останется. И вот из этих почек на следующий год в верхней и средней части появятся побеги, которые будут нести на себе цветоносы. Этот побег конкретно, он зацветет первым, в первую очередь, и порадует нас пышным светением. И дальше будем регулировать. При умеренной обрезке или средней мы оставляем на побеге, крепком, хорошем побеге, оставляем 4-6 почек. Снова же, у основания мы там не считаем, сильно не занимаемся поисками, а отсчитываем из видимой зоны. Раз, два, три, четыре. В процессе мы весь куст можем не обрезать по правилу 4-6 почек и отсчитывать на каждом побеге это, потому что происходит постоянная корректировка. Вот, допустим, здесь я обрезала на две почки, ну, три почки, потому что там был невызревший побег, и он бы замерз. На этом побеге я оставляю раз, два, три, четыре. Здесь был цветок, он нам не нужен. Смотрю, что тут я не могу обрезать это основание цветоноса. Это внутренняя почка, значит, внешняя почка. Все просто. Вы увидели, что произошло. То, что под вопросом больное, мы сейчас его вырезаем, потому что на него надеяться совершенно не стоит, и так нам хватает хороших побегов. Но здесь, вот видите, что скрылось. Значит, этот маленький мы тоже вырезаем. Он нам никакой погоды весной или летом не составит. И здесь мы увидели, что было какое-то повреждение, вздутие. Ну, мало ли, были какие причины. Значит, такой побег мы удаляем, не сожалея о том, что ой-ой-ой, какая ветка, и сколько там могло бы быть цветов. Их не могло бы быть, потому что здесь уже произошла какая-то травма. Смотрим здесь. Раз, два, три, четыре. Была развилка, она нам не нужна. На внешнюю почку обрезаем. И что мы будем здесь наблюдать? Значит, листики убрали. И вот такая получается у нас красота. Эти, которые тоже под вопросом, они уже состарившись, мы тоже убираем, чтобы они не ослабляли. Все это зимою всенепременно замерзнет. Либо весною при неправильном раскрытии или уходе. При умеренной обрезке из этих почек весной появятся хорошие побеги. Цветение наступит несколько позже, чем при короткой обрезке. Или слабой, как я говорила. Но зато побеги будут более длинные, и цветы будут более крупные. Вот так вот мы подготовили. В принципе, здесь тоже какое-то вздутие, поэтому не переживайте, мы убираем. Вот красавчик, все, он готов. Мы его потом, сорняки, значит, отсюда мы все поубираем. Я уже начала порядок наводить. Мы потом окучиваем. Ну, это вы уже знаете. Кустик маленький. Побегов много молодых, потому что цветение было. Потому что ухаживали, обрезали, чтобы сохранялась сила в корнях и самого куста. Чтобы он не истрачивал силы на закладывание семян. Смотрим, значит, убираем то, что поврежденное, высохшее, чтобы оно не было источником заразы. И обрезаем на 2-3 почки. Малышей не считаем. Раз, два, три. Внешняя почка обрезали. Листики убрали. Так. Этот нам смысла нету оставлять, поэтому, ну вот, примерно так вот и обрезаем. И здесь тоже. Он, конечно, еще, если сейчас оставить, он еще будет расти и расти. И зимой все равно замерзнет. Обрезаем. Вот это и есть сильная обрезка. Или короткая, как ее называете, как хотите. Но она вот такая. Что она нам дает? Не переживайте, что весною он будет маленький и будет отставать в росте. Весной, либо отсюда, либо даже если это корни собственные у вас роза, либо из корневой шейки, будет выстреливать мощный, здоровый, сильный побег. Потому что ничто ему не мешает расти. Либо из этих почек тоже появляются мощные, здоровые, молодые побеги. Они будут длиннее, чем при такой или такой обрезке. Они будут мощнее. Цветение наступит несколько позже, чем у первых двух рассмотренных обрезок. Но зато они будут сильные, молодые, здоровые, красивые. И очень удобно его укрыть. И мы будем уверены в том, что он замечательно перезимует. Вот такие существуют виды обрезки. И, как я уже говорила, обрезка и агротехника – это успех цветения пышного роз. Удачи вам! Готовьтесь к зиме! Субтитры создавал DimaTorzok